За окном еще зима, поэтому спектакль-сказка «Снежная королева» как никогда кстати. Гора новостей приехала в Республиканскую гимнастию-интернат имени Газиза Аль-Мухаммедова, чтобы посмотреть на новую постановку образцового коллектива «Ялкен». Мы уже не в первый раз посещаем спектакль от этого коллектива. И вот он вновь в новом сезоне покоряет публику свежей постановкой. Современные танцы и музыка. Да-да, таким может быть театр. Особенно, когда там играют юные актеры. Сказку «Снежная королева» знают все. А актеры-гимназисты, переделав ее на новый лад, сумели заинтересовать не только детей, но и взрослых. Какая отличительная черта ваших постановок? В наших постановках участвуют все. Мы сами делаем декорации, мы всегда работаем группой. У нас очень дружелюбная команда, и мы всегда очень ответственные, всегда очень тщательно подходим к делу. В спектакле принимает участие большое количество актеров и персонажей. Герда, Кай, Разбойники, Вороны, сама «Снежная королева» и многие другие. А что насчет актерской игры? Несмотря на то, что актеры – это обычные школьники, их мастерство не хуже профессионального. Они проникаются в игру и создают настоящую сказку на сцене. Расскажи про вашу благотворительную акцию. Наша благотворительная акция помогает детям, которые остались без родителей, чтобы они тоже это увидели, чтобы поняли смысл этого спектакля, что всегда нужно делать добро. Как ты продумывала свой образ? Честно сказать, я очень долго продумывала, потому что Герда, она сама необычная такая. Она и дерзкая, и также любит своего брата. Мне было сложно. А знаете, что самое интересное и в то же время грустное? Так как это благотворительная акция, ребята не получили никакой прибыли, зато новый опыт и, конечно, подарили море радости. Закончилось все визитом Деда Мороза в сопровождении помощников зайчат. Ну что, понравилось? Мне очень даже захотелось лепить снеговика. Круто, что именно ребята играют в этом спектакле, дарят такие незабываемые эмоции и занимаются благотворительностью с ранних лет. Лейла Хамедулина, Руслан Бигбаев, специально для Горы Новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин